всем большой привет меня зовут наталья вы на моем канале о вязании сегодня у нас 20 октября и очередное видео о моих процессах у меня сейчас работе три процесса три новые мои процесса которые вы еще не видели это будет плечевое изделие и два процесса аксессуары покажу вам сегодня продвижение расскажу то что начала вязать по джемперу точнее по водолазке моей до водолазка у меня почти связано сегодня вам и показывать не буду уже покажу когда будет она готова сегодня только новые процессы не получается сейчас у меня к сожалению много вязать и снимать но буду стараться чтобы канал не стоял чтобы видео я уже привыкла где-то раз в два дня через день то есть примерно видео на канале выходит буду пытаться придерживаться этого ритма меня такой ритм устраивает я уже втянулась думаю что и вам интересно что видео довольно часто выходит на канале но посмотрим у меня сейчас детки до 25 октября дома находится у нас группу нашу закрыли на карантин заболел один ребенок и в общем ну буду стараться мама сказала будет помогать если что буду к ней отводить на какие-то часы и буду понемножку снимать все равно что там они у меня еще оба и приболели маленько начался сезон простудные поэтому немножко где-то что-то видимо подхватили либо на улице подпростыли насморк и небольшой кашель но так в принципе все в порядке ничего серьезного и так давайте начнем с первого процесса я вам уже говорила про него вижу его из пряжи кроссбрат бразилии у меня к сожалению только такая этикетка есть она порванная девочки но куда деваться пехорка кроссбрат бразилии зимняя серия с нее я вязала себе шарф недавно вышел мастер класс на канале ссылочка будет цвет номер 08 светло серенький здесь у нас 100 граммах 500 метров это 50 процентов мериносовая шерсть 50 процентов акрил вот такие характеристики так и не вторая пряжа это пух норки в прошлом году я вязала с этой пряжи себе шапку зимнюю меня на очень понравилось буду носить еще этот сезон здесь 50 грамм по моему 350 метров если не ошибаюсь номер цвета 02 желтой этикеткой вот такой вот моточек у меня от шапки осталось немного пряжи вот этот моток в принципе как немного прилично еще вот и вижу еще один вот такой же значит что я давайте на точки уберу чтобы не мешались они мне что я вижу я вижу в комплект к своей к своему шарфу и шапки варежки я вам говорила что мне нужно связать варежки и у меня так вкус 1 варежка готова девочки вот посмотрите девочки и мальчики я знаю что мужчины меня тоже смотрят посмотрите какая варежка связалась синтомическим пальчиком вообще класс мне очень нравится узор здесь идет сложная коса вот такая я думаю нужно или нет мне сюда вязать подклад в принципе получается связала их в две ниточки довольно такие теплые до после стирки это еще не стиранная варежка после стирки пух норки распушиться еще теплее она станет вижу в две ниточки и еще вот добавочная нить идет идет сюда да я тоже добавляю то есть у меня такие три ниточки здесь получились в работе вот и не знаю нужно нет сюда подклад вязать посмотрим так вот сейчас смотрю на просвет маленько есть конечно вот просветы на тройке я их вязала но буду думать возможно свяжу может быть только из крот кросс бразилии подклад ну посмотрим не знаю мне может просто не хватить пряжи сейчас свяжу вторую варежку дальше буду думать мне нужно мне там 2 на . целых еще кросс бразилии осталось на другой процесс вам о нем чуть позже расскажу поэтому посмотрим так в принципе вот пока так тактильно мне кажется они очень теплые но у нас в сибири морозы бывают и 40 и 40 с лишним но последние зимы как-то это бывает неделька две уже таких лютых нет морозов поэтому может быть мне и достаточно будет без подкладывать таких варежек в принципе мне тут по поселку ходить в детский сад в принципе вообще если сады конечно у нас нынче будут работать сомнительно где-то до магазина сбегать может быть я их таких варежках смогу это делать ну вот очень симпатичные мне кажется получились напишите как вам такая модель такой дизайн по ним я вам хочу отснять подробный мастер-класс похоже у меня есть варежки но здесь вот или узор сам другой да и закрытие я показываю немножко по-другому тут нужно будет правильно сделать поэтому решила мастер-класс сделать для вас возможно кому-то пригодится вот такие варежки первый процесс 1 варежка готова вторую буду снимать на камеру по расходу сейчас не скажу не взвешивала и весы в меня далеко сейчас отсюда потом когда уже будут готовы варежки я вам по расходу по всему уже точнее расскажу следующий процесс это носочки вижу из пряжи вот такая пряжа лайка сделано по германской технологии здесь у нас 75 процентов меринос 25 шерсть собаки номер цвета 0 27 и 100 граммах 300 метров с этой пряжи я уже работала вязала не так давно носочки мужу только другой оттенок у меня был и мастер-класс есть на канале ссылочку оставлю я вам прошлый раз говорила что хочу начать вязать своим деткам носочки это вот этот оттенок так сейчас номер скажу 0 28 и в общем передумала сначала думаю надо связать старшей дочи носочки возможно мне здесь на две пары не хватит тогда я просто отсюда добавлю какие полосочки сделаю и хватит принципе тогда на детские носки поэтому сначала вижу ксюши носки вот что здесь я в том году себе сохранила схемку так скажем резиночки верха носочка да мне очень понравился узорчик все хотела такие носки связать и в общем решила здесь применить и смотрите что у меня получается так сейчас на руку одену и вам покажу вот такой узорчик такие вот как зигзаги на идут ну конечно там на фотографии смотрелось это все намного симпатичнее но в принципе неплохо получается я уже знаю что это пряжа вот сейчас я вижу она грубоватая но после стирки в два-три раза вот точно она становится мягче поскольку мужу носки вязала и они стали очень приятные мягкие поэтому сейчас меня этот эффект не пугает абсолютно вижу на спицах номер два с половиной размер ноги у нее сейчас где-то 37 примерно но 37 с половиной может быть вот и вот такие будут носочки вот сейчас думаю вот эту вот это место резиночка как на ней не резиночка вот обычном где резинку мы вяжем связать сразу прям до пятки или вот здесь лицевые ряды пустить чтобы это место было как бы потоньше да на ноге ну не знаю посмотрим сейчас связала три раппорта пока остановилась буду думать в принципе довольно неплохо получается такой интересный узорчик интересный верх у носочков будет если мне понравится вот один сейчас свяжу носочек если мне все понравится я его наверное постираю и посмотрю если все у меня будет устраивать сниму тогда по второму мастер-класс пока вот не готова ответить я должна быть уверена что все меня устраивает по пяточки думаю делать либо подкову либо бумеранг не знаю по моему так я уже забыла как пяточки называются по моему так эти две пяточки называются буду думать в принципе мужа носки вязала мне понравилось там я делала по моему подкову на его носочках и получилось довольно аккуратно может быть здесь тоже сделаю такую пятку здесь будет значит идти у меня узор а дальше будет просто лицевая гладь не хочу делать полностью ажурные какие-то с узорами да по низу как-то я вот вижу в этих носках еще в этом цвете в молочном что низ будет просто лицевой гладью аккуратненькие нежные такие девчачьи носочки вот значит вижу с этого оттеночка сейчас ксюши и потом уже свяжу малыша сейчас тем более они у меня дома получается еще будут неделю в пятницу мы пойдем за справками и если ничего там саду не поменялось с понедельника только выйдем в сад поэтому время есть и я не тороплюсь еще успею я думаю все связать у нас похолодало очень сильно сегодня утром проснулись у нас все беленькая на улице выпал снег ночью шел снег и лежал наверное до обеда не таял то есть здесь вот за окном посмотрела и на крышах и на машинах все в снегу ну значит довольно прохладно раз снег не тает поэтому носочки скоро нам будут очень даже нужны это второй процесс который я начала вязать и сейчас покажу то что начала вязать для себя и следующий процесс это джемпер для меня он простой будет ничего там сильная не стала такого придумывать да и времени сейчас не было в общем просто захотелось как-то вечером а точнее позавчера посидеть повязать чего-то такого для себя интересного чтобы и цвета глаз радовал и что-нибудь светленькое по вечерам вязать полезла в свои запасы пряжи и нашла вот эту вот бобиночку это значит пряжи я попробую сейчас показать этикетку если не получится я на экране подпишу так состав здесь у нас классный состав в 100 граммах 1500 метров 45 процентов шерсть мериносовая 10 процентов кашемер 25 процентов вискозы и 20 процентов поле п.а. полиакрил наверное да п.а. в общем состав обалденный я уже перемотала на 4 ма . не сейчас а раньше мы с дочи до этого перематывали то есть она стояла и ждала уже своего часа и ранее я вязала образцы но другой вязкой не так как сейчас вижу но все же вязала образец вот такой пряжа жесткая вяжется прям руками тактильно чувствую что она жесткая в полотне сейчас вам покажу что у меня там вяжется после в это его один раз вот стирала невероятно просто мягкая настолько хорошо раскрылась пряжа очень мягкая классная получается поэтому я смело вяжу себе джемпер ок я знаю что он получится мягкий воздушный легкий такой пластичный и в общем что у меня вяжется у меня да здесь всего 250 грамм я покупала это я вообще хотела младшей дочи что-то вязать но как-то не сложилось и я себе буду вязать скорее всего джемпер либо короткий рукав либо три четверти что-нибудь такое но я вам говорила что не все у меня джемпера будут на эту зиму теплые это будет такой средненький и вот что у меня вяжется так вот они моточки перемотанные нужно будет найти мне другую посудину до какой-нибудь положить их там аккуратненько сейчас пока временно сюда положила в корзинку так вижу значит получается я в 4 ниточки номер speed забыла три с половиной что ли по моему три с половиной кажется так так и что здесь у меня значит горловинка вот такая идет горловинка просто здесь резинка один на один и дальше идет поперечная лицевая такую лицевую последнее время часто вяжет юлечка шаламова ну я вообще этот способ уже видела давненько и у меня я нашла в этих господи в описаниях в описаниях папочка у меня есть здесь для себя все сохраняю там описание было как ее вязать в общем думала если не пойму то юлин мастер-класс посмотрю ну в общем разобралась такая вот идет поперечная коса она получается поперечная лицевая стабилизирует горловинку резинку она не будет такой расхлябанной растянутой здесь будет все отлично так с этим разобрались дальше по 3 лицевых я пустила на регланной линии и по передней части решила сделать вот такой незамысловатый узорчик конечно сейчас это все смотрится еще не красиво изнаночная вытянутая лицевая изнаночная вытянутая лицевая изнаночная и такие же будут у меня полоски идти по центру рукавов вот здесь и здесь а спинка просто лицевая гладь ну вот в общем вот такой он будет простой пряжа мне кажется настолько самодостаточная что не захотелось мне как-то чего-то сильно тут придумывать много разных каких-то ажуров чего-то как я изначально думала не знаю какие-нибудь косы может быть но хотя косы возможно здесь бы и не держала это пряжа но решила вот так захотелось простой такой лаконичный джемперочек просто вот с такими вот полосами и думаю будет довольно эффектно это все выглядеть ну вот столько провязала пока не стала переодевать на вторую пару спиц думаю так все здесь принципе вам понятно очень легкое воздушное полотно я уже прям хочу этот джемпер носить но он у меня будет такой вечерний процесс вечером чтобы глаза не уставали я буду вязать этот джемперок повязывать возможно у меня это затянется ничего страшного меня никто не торопит срочного ничего нет а днем я уже буду вязать то что мне важно сейчас там довязывать уже детям своим аксессуары разные которые еще не успела довязать маленько и ну и новые процессы там какие-то мастер-классы для вас это будет днем ну в общем вот так девочки вижу вижу и наслаждаюсь так я вам еще забыла сказать хотела вот по этой пряжи да так у меня осталось два моточка кроссбред бразилии то есть три всего с третьего я сейчас варежки вяжу а два целых и тут как-то я на днях зашла к маме смотрю она сидит распускает какую-то старую кофту серенького цвета пушистая пушистая такая кофта я вот что ты делаешь хочу распустить связать себе шарфик на зиму прошлый шарфик которая носила скатался в общем она уже его не хочет и я и дарила шапку серенькую она вот под него решила шарфик себе сделать из распуска да старый какой-то джемпер я говорю я прям наругалась на нее почему-то мне не сказала ну дочка вяжет мама без шарфика я говорю но это же неправильно ну как все мамы ты у тебя работа тебе нужно заниматься каналом я говорю это все понятно но самое главное наша семья это бесспорно поэтому я взяла ее старый шарфик и решила вот с этой пряжи связать ей шарф я себе связала пряжа классная абсолютно не колючая она у меня не может колкость никакую переносить она мы шарфик примерила ей очень понравилось единственное ей нужно его сделать уже она будет под пуховик носить и просто резинкой один на один она хочет вообще никаких кос ничего ей не нужно по краям будет идти платочная вязка справа слева до двойная кромочная и резинка один на один самый простой вариант ну что сделаешь заказала вот такой значит мне шарфик теперь буду вязать нужно близким своим помогать и обвязывать обязательно ну вот девочки в общем на сегодня это все показала вам все свои новые процессы у меня там уже дети разбесились думаю что вам наверно уже слышно буду отключаться огромное спасибо что посмотрели меня послушали подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик и всем до новых встреч пока 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 пока